Великой 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 Есть и другие соотечественники – зарубежные. Несколько лет назад они получили дополнительную возможность вернуться на родину. Российское государство утвердило госпрограмму по поддержке переселения зарубежных соотечественников. Пообещало оказать помощь в переезде и трудоустройстве. Среди тех, кто воспользовался этой помощью, семья Русаковых из Казахстана, недавно переехавшая в Приморский край. Кстати, добирались они на восточную окраину страны именно поездом. И по дороге все как следует разглядели. Семь суток ехали, мы вышли с поезда, это было тяжело нам стояли. Дети так ахали, мы во Владивостоке корабли увидели, дети ахали корабли, море. Деревьев никогда таких больших не видели, потому что там нету, в Казахстане нету практически деревьев, там пустыня, степи кругом. Есть сады, но небольшие, а тут в лес пошли, для них это было вообще. Море, когда проезжали, Байкал, да, мы проезжали? Да, озеро Байкал проезжали. Столько воды мы не видели, тем более дети. В Россию перебрались шестеро Русаковых. Дед Виктор Васильевич, его внук и тезка Виктор с женой Наташей и тремя детьми. В 20-е годы прошлого века их предки, спасаясь от голода, вынуждены были бежать в Казахстан. Сегодня Русаковы оставили насиженное место и вернулись на историческую родину. И говорят, вот, дети, пока с Казахстана никуда не уезжайте. Бегшей жизни в Казахстане, чем нигде нету. Вот и вы жили. Дальний Восток одновременно и привлекает, и отталкивает людей. Русаковым пока здесь нравится. Не пугает ни отдаленность от центра, ни капризы погоды. Мне лучше здесь. Да и детям здесь спокойнее. Мне кажется, им здесь будущее какое-то, скорее, по-любому обеспечено. Узнав о государственной программе, Русаковы сразу решили принять в ней участие. Узнали мы от знакомых, потом родственники нам сказали. Поехали в посольство, там все конкретно узнали, заполнили все документы. Анкета и просто оригиналы всех документов предоставляешь. То есть об образовании, свидетельство рождения. Ну, все такие, как обычные документы все эти. И все, и ждешь, выбираешь регион себе какой, более знакомый, какой нравится. У нас трое детей, и что ж мне там оставаться? Я с мужем. Расклятву давала? Русаковы приехали в столицу Приморья Владивосток весной. Большой шумный город неожиданно обдал их запахом океана и свежей листвы. Они бродили по улицам и паркам, любовались японской сакурой и русской березой, восхищались живописной бухтой Золотой Рог, по берегам которой раскинулись городские кварталы. Впрочем, основатель Владивостока граф Муравьев-Амурский выбрал эту бухту не за красоту, а за удобство обороны для будущей морской крепости. Выбор оказался верен. Крепость ни разу не подвергалась нападению. Врагов отпугивал сам ее вид. Владивосток и сегодня главная база Тихоокеанского флота, а военно-морской институт имени Макарова – одно из лучших в стране военных учебных заведений. Гражданских моряков учат в другом знаменитом вузе – Дальневосточном рыбохозяйственном университете. Его учебное парусное судно «Паллада» хорошо известно не только во Владивостоке, но и далеко за пределами России. Владивосток – город студенческий. Здесь много вузов, техникумов, профессиональных училищ. На острове Русский строится самый крупный в Дальневосточном округе университет. Приморье бурно развивается, и ему нужны квалифицированные специалисты. Это действительно университет будущего, которого практически в таком качестве, в таком масштабе нет на территории Российской Федерации. Мы абсолютно убеждены, что здесь, в первую очередь, талантливая молодежь, уверена, что конкурс будет достаточно большой уже со следующего года, при поступлении на Дальневосточный федеральный университет будет большой, который поможет нам привлечь талантливую молодежь, и для того, чтобы она не только приехала к нам в край, но и закрепилась. Здания нового университета сооружаются в рамках подготовки к саммиту АТЭС, который состоится в 2012 году. В преддверии саммита весь Владивосток и его пригороды превратились в огромную строительную площадку. Наверное, самый известный объект – грандиозный мост, который перекинется через бухту Золотой Рог и соединит Владивосток с островом Русский. Мост еще только строится, но масштабы сооружения и сейчас впечатляют. Высота пилонов моста – 320 метров, протяженность главного пролета – более километра. Приморский край – это динамично развивающийся регион. Мало того, что в Азиатско-Тихианском регионе он занимает такое непростое географическое положение, он и с экономической точки зрения динамично развивается. А на самом деле надо делать жизнь более комфортной, более привлекательным делать Приморский край. И для этого не менее чем 30 очень интересных инновационных проектов, которые будут реализованы на территории Приморского края до 2020 года, мы сейчас прорабатываем. На сегодняшний день в Приморском крае реализуется ряд серьезных инвестиционных проектов. И в течение 10 лет должно быть создано около 30 новых направлений в потраслях края и более 70 тысяч рабочих мест. Владивосток – ворота Азиатско-Тихоокеанского региона. Сюда в порт везут грузы по Транссибирской магистрали, чтобы отправить их дальше по водному пути. Символично, что железнодорожный вокзал находится бок о бок с морским. Так что порт и бухту «Золотой Рог» Русаковы увидели, как только въехали на поезде во Владивосток. Мы уезжали, снега там не было, а тут приехали, уже снег выпал, корабли. Вот это все так интересно. В Владивостоке вообще красиво. Я никогда не видела, например. Особенно, когда еще нигде не бывало, тут раз, и уже полмира повидал практически, пока ехал. Через всю Россию. Да, на каждой остановке выходили, вокзалы смотрели, сравнивали, где какой город красивый по вокзалу. Мы еще хотим на корабле прокатиться. Тот, кто побывал во Владивостоке хотя бы раз, запомнит его навсегда. Не спутает ни с каким другим городом. Безусловное своеобразие придает ему близость моря, за простором которого угадывается безбрежность Тихого океана. Вся атмосфера города представляет собой небывалое смешение стилей, эпох и культур. Вообще здесь царствует бесконечное разнообразие. Его-то, наверное, и следует назвать главной отличительной чертой Владивостока. Долго можно было бы гулять по Владивостоку, но путь Русаковых лежал в другой город – Уссурийск. Там их давно ждали. Его они выбрали для постоянного места жительства, вступая в госпрограмму. Уссурийск – город небольшой, но светлый и ухоженный. Неудивительно, что большинство местных жителей считает Уссурийск лучшим городом Приморья. Город очень комфортен. Ну, мы берем какое-то такое вот, с кем-то надо сравнивать, да, но проживание в нем очень комфортное. Это отмечают все гости города, приезжие. Он зеленый, ухоженный, в нем тепло, он ровный, широкие улицы, красивый город, город с историей, я хочу сказать. В Уссурийске, как и в других городах края, дефицит трудовых ресурсов. Так что зарубежным специалистам здесь рады. В 2010 году Уссурийск принял по госпрограмме три десятка семей. Если вот кто-то решит приехать в Уссурийск, да, если он будет профессионалом, ну пусть бетонщиком, но высокого разряда, или сварщиком, но высокого разряда, и работодатели пойдут на то, чтобы даже жилье найти. Очень нужны электрики, монтажники, то есть весь спектр строительных специальностей. В Уссурийске очень много строится жилья, до 70 тысяч квадратных метров нового жилья, большого, красивого, построенного по современным проектам, в Уссурийске сдается. Ну, 6 тысяч вакансий, понимаете, ну, есть чего выбрать. Виктор Русаков надеялся получить работу по специальности инженера-автодорожника. Но сразу такой вакансии для него не нашлось. И он согласился на место обычного рабочего в муниципальном предприятии, который занимается благоустройством и озеленением города. Работал он на совесть, так что вскоре его назначили мастером участка. И это только начало. Работа устраивает, все нормально, и зарплата, в принципе, нормально пойдет. Хватает, в принципе, хватает. Поначалу, конечно, первые три месяца мало оплатили, а потом больше, больше. Увидели, наверное, заметили меня. Замечательный специалист. Он вот такой спокойный, рассудительный. И вот его спокойствие, вот, и как бы вот он уже людям это прививает, рабочим, которые в его бригаде работают, и они уже спокойнее начинают работать. Ну, как специалист он очень хороший, и как человек он замечательный. Предоставление жилья переселенцам госпрограммой не предусмотрено. Но предприятия, заинтересованные в хороших работниках, всеми силами помогают им обустроиться. Вот и Русаковым предоставили общежитие. Администрация Уссурийска определила детей в школу и садик. Впрочем, Виктор Русаков не из тех, кто привык перекладывать свои проблемы на чужие плечи. Да я, на самом деле, я не могу от кого-то, как бы, у кого-то что-то просить, если я могу сам это все сделать. Так что только на свои силы, надеемся. Раз решили создать семью, нарожать детей, должны сами думать. Вот именно. Может, мы как-то неправильно рассуждаем, но у нас такая логика наша. У нас есть жилье для приезжих переселенцев, но туда же всех не поселишь. Мы поможем ему перевезти вещи. Будем делать все, но жилье, естественно, они должны приобретать сами. Говорят, что подъемные деньги для переселенцев малы. А вот Русаковы купили на них собственный дом. Он, конечно, маловато для большой семьи, но для Русаковых это место для будущего строительства.